Продолжим грамматический разбор Суры Аль-Адият. Мы остановились на 5-м аяте «вырывающимися с ним, т.е. с пылью, или в это время, в утреннее время, в гушу врага». Следует отметить, что Ираб – грамматический разбор этого аята, такой же, как и у предыдущего аята. Поэтому не будем все это повторять, не будем повторять сказанное там. Кратко лишь скажем, что Аль-Фа – это харфа Атвен – союз. Аль-Сатана – это фи'лин мадуна во фа'лю – глагол прощадчего времени и его фа'ль – действующее лицо. Аль-Джумна туль фи'лю – это все это глагольное предложение Аль-Сатана ма'туфатана аля ма'кабляхан. Сойдинино союзом Фа с предыдущим предложением, про которое мы сказали, что оно не имеет места в падеже. А значит, таким же будет и это предложение Аль-Сатана. Ла махалляха – не имеющим места в падеже. Бихи Аль-Джару валь-Маджруру – предлог родителям в падеже Ба и находящиеся посредством этого харфа Ба на месте Джарра в исламене Ха – все это муталиху состоит в смысле связки с глаголом Асата. Аль-Джам'ан – это мафу'ль бихи – прямое дополнение этого глагола. Следующий аят – это ИННАЛЬ-ИНСАНА ЛИ РАББИХИ ЛА КАНУДА Воистину человек неблагодарен своему Господу. ИННАТ ХАРФ НАСИГУН – частица отменяющей или меняющей положения или падеже. ЛИ ХУКМИЛ МУПТАДЕ ВАЛЬ ХАБАРИ – падежь подлежащего и сказуемого. ХАРФ НА МУШЕБАХАН БЛФАЛИ – частица уподобленного глагола. То есть, так же как и глагол ставит одно имя в состояние НАСБ, в винительный падеж, а другое в состояние НРФ, в винительный падеж. Так же ХАРФ ТАУКИДИН – частица усиления. Все это названия одной и той же частицы. Так же её сестер, ИННА и ВААХАВАТУЯ, такие как анна, каанна и так далее. ТАНСАБУЛИСМА ставит ИСМ в состояние НРФ, в винительный падеж, ВАТЕРФАУЛ ХАБАРА и ставит ХАБАР в состояние НРФ, в именительный падеж. Мы несколько раз более подробно поговорили об этой частице. «Инннамм мабнивы аляль-Фатха с неизменяемым кончанием с Фатха на конце, аль-Инсан это Исму Инна, Исм имя частицы Инна. Бансубан поставлен в состояние нас в винительном падеже, у Аллама это наспи признак состояния нас в этом имени, аль-Фатха таз-Захирату аля Ахрии, явная Фатха на его конце». ЛИ РАББИХА АЛЛАМА это харфу Джарин предлога родительного падежа мабнивы аляль-Касри с неизменяемым кончанием с Касры на конце. РАББИМ АДЖРУРМ БЛЛАМИ поставлен в состояние Джарр посредством харфы ЛАМ. У Аллама это Джарри признак Джарра здесь аль-Касра таз-Захирату аля Ахрии, явная Касра на его конце. У РАББИМУДАФА имя РАББИ является Мудафом первым членом изофятного сочетания, изофятной связки. У Аллама это Мудафу на Иллея, второй член изофятной связки, мабнивы аляль-Касри с неизменяемым кончанием с Касры на конце. У МХАЛЬДЖАР БЛЛМУДАФА на месте падежа Джарр родительного падежа посредством мудафа, то есть слова РАББ. У Аллама и МАДЖРУР, харфу Джар-ЛАМ, и поставленное им состояние Джар имя РАББ, у ТААЛЛИКАН состоят смысловой связки БИ КАНУД со словом КАНУД. АЛЬВАКИАТИ, ХАБРАНЛИ ИННА, который является хабаром для частицы ИННА. ЛАКНУД АЛЛАМА, ЛАМУЛЬМУЗАХЛАКУТА, скользящая, перемещающая ЛАМ. То есть это ЛАМУТ ТАУКИД, усилительная ЛАМ, которая в основе была в начале предложения. Например, ЛАМУХАММАДУН ТОАЛИБУН. Однако, когда добавляется частица ИННА, этот ЛАМ перемещается, переставляется и ставится в подобном примере, передсказуемым. Так как здесь мы скажем, ИННА МУХАММАДАН ЛАТОАЛИБУН. Ведь если бы не так, нам пришлось бы сказать, что привело бы к встрече двух усилительных частиц в начале предложения, то есть в одном месте, что является недопустимым. Значит, ЛАМ это ХАРФ, с неизменяемым кончанием, с ФАТХА на конце. КАНУДУН это ХАБРУ ИННА, ХАБР ЧАСТИЦА ИННА. МАРФУАН, поставленный в состоянии РАФ, в именительный падеж. В АЛАМУТ РАФ, признак падежа РАФ в этом имени, АДДАМУТ ЗАХИРАТУ АЛА АХРИХ, явно АДДАМУН на его конце. ВАИННА МААСМИХА, ХАБРЯ, ЧАСТИЦА ИННА, со своим ИСМАМ и ХАБРАМ. Все это джумля Тунисмит, именное предложение, является ответом, ответным предложением для клятвенного предложения и того, что связано с ним. То есть клянусь мчащимися конями, что человек неблагодарен и т.д. ВАЛЬ АДИЯТИ ИННАЛИ ИНСАНАЛИ КАНУДНИ и т.д. А как мы уже знаем, ответные предложения относятся к тем семи предложениям, у которых нет места в падеже. МИНАЛЬ ДжУМАЛИ ЛЛЯТИ ЛАМАХАЛЛА ХАМИНАЛИ ИРАБИ Поэтому мы здесь и говорим про это предложение ЛАМАХАЛЛА ХАМИНАЛИ ИРАБИ Что это предложение не имеет места в падеже. УЛЛАХУ АЛЛАМ РОМАХАЛЛАХАЛЛАХАНИ Продолжение следует...